привет друзья лена gold из майами и я хочу поговорить с вами о праздновании нового года уже осталось совсем чуть-чуть сегодня у нас 29 число и все готовятся в эйфории идут но я хотела бы поговорить о нашей безопасности о вашей безопасности как вы встретите новый год так и пройдет ваш следующий год и здесь очень важно не резать оливье с утра до вечера и там селедку под шубой и не затариваться алкоголем до сумасшествия важно понять что сейчас уже время изменилось энергетика изменилась жизнь стала другой и мы соответственно должны тоже стать другими например это факт что чистота шумана это сердцебиение нашей планеты земля растет и все быстрее и быстрее нормальная чистота которая была много-много десятилетий как говорят ученые сотни лет якобы неизменные но скажем о десятилетиях она была от 7 герц до максимум до 60 герц в этом году 2003 в июне чистота шумана уже было 190 герц и она неукоснительно растет я даже не знаю насколько она поднялась на данный момент но по моим ощущениям и как я вижу как вокруг всех колбасит я думаю что это еще быстрее нарастает то есть сейчас я думаю уже перевалило за 200 и больше так вот о чем это говорит поступают сообщения что шел по улице умер упал и умер инсульт инфаркт молодые так далее и это как раз связано с чистотой потому что тела не выдерживают если вы перегружаете свое тело алкоголем если вы перегружаете свое тело мусорной едой табакокурением или еще какими-то наркотическими средствами ваше тело может не выдержать потому что во первых это все низкочастотные понижает вашу вибрацию а сейчас именно частотность возрастает нашей самой земли то есть и наша обязанность если мы хотим выжить если мы хотим быть в качественном теле не свалиться в какие-то бесконечные заболевания то мы тоже должны наращивать свою высокочастотность проводимость организма то есть наращивать свои частоты идти вверх на позитив вообще сейчас конкретно все нацелено на то чтобы поднимать свои вибрации выходить выше и выше все низкочастотное начинает рушиться отваливаться какие-то происходят катаклизмы как-то все это идет и вот кстати что говорят что как раз войны это зачистка вот этого низкочастотного его надо как-то убрать с плана земли чтобы мы могли подняться выше по вибрациям так вот друзья позаботьтесь о себе с любовью вас предупреждаю сделайте встречу нового года необычной сделайте ее трезвый приятный можно праздновать с друзьями хорошая легкая еда какая-то какие-то развлечения разговоры игры может быть какое-то приятное путешествие без нагрузки для организма не надо устраивать эту попойку которая длится там пару недель от нового года до старого года не издевайтесь над собой потому что реально физически тело может не выдержать посмотрите сколько сообщений а сколько людей просто вроде как без причин и погибать но причины на это есть это тоже самое как ваш допустим какой-то старый сарай где старая проводка такая висит непонятно какая дать мощный ток естественно что проводка перегорит не выдержит и поплавится и сарай весь этот сгорит вот тоже самое сейчас происходит с поэтому нам надо чистить себя готовить тело на физическом уровне нам надо чистить себя готовить тело на психологическом уровне потому что психологическая стабильность как вы будете эмоционировать какие эмоции у вас будут это говорит о многом это говорит о вашей емкости потому что люди мощные они спокойные они спокойные они не реагируют у них нет вот это action reaction которая происходит вокруг это то же самое, как Будда. Его оскорбляли, поливали грязью, он спокойно шел и говорил, это вообще ни ко мне не относится. Они говорят не о мне. То есть это такая мощность была, когда человек спокойно воспринимал мир. И вот каждому надо выйти примерно на такой уровень. Желательно открыть сердечную чакру. Сейчас хорошо помедитировать именно по чакрам, пораскачивать их. Хорошо проанализировать свой прошлый год и посмотреть на себя, на свое поведение, как ты вел. Есть ли у тебя обиды? Если ты кого-то по-прежнему критикуешь, если ты по-прежнему там кому-то кости моешь, это говорит о том, что в тебе сидит какая-то глубокая обида и неприятие. И это тебя заземляет, делает низкой частоту. Это для тебя опасность. Поэтому это тоже надо проработать. Я, кстати, на своем фейсбуке сейчас буду делать пост про то, как сделать самостоятельно практику, проработать обиды. И я искренне рекомендую всем это сделать. Возможно, не то, что я размещу. Найдите себе какую-то практику. На Ютьюбе их полно. Помедитируйте, отпускайте обиды, потому что в Новый год хорошо зайти чистым, зайти легким, высокочастотным. И вот вы позаботьтесь об этом, потому что это не пустые слова. От этого сейчас просто зависит жизнь вашего физического аватара. Будете ли вы на этом плане существования или нет. Поэтому именно таким образом не скупать продукты и делать какие-то безумные столы до обжираловки, что очень тоже снижает иммунитет физический и частотность. А что-то легкое, что-то приятное, что-то расслабляющее. Подумайте о возвышенном, сделайте какие-то качественные практики, позанимайтесь, погуляйте, подышите, понаслаждайтесь и уберите алкоголь. Это может быть сохранить вам жизнь. Всех благ вам!